Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня мы в гостях в Санкт-Петербурге у ведущего журналиста радио «Теус». Да, «Теус Медиа». Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владислав Юртов, мне 41 год. Меня зовут Влад, я алкоголик. Как там, вы анонимных алкоголиков это происходит? Нет, я не алкоголик, мне 41 год. Влад, я служу в церкви пастором в Ленинградской области и работаю на «Теус Медиа». Да, уже на протяжении 5 лет, 6. Ну и как? Расскажи немножко о радио. Потому что для всех людей, мне кажется, радио это ушло уже. Из жизни, я даже не знаю, радио слушают в машинах или все в наушниках. Вот посмотришь, едут все в наушниках и слушают что-то свое. Слушай, я на самом деле слушаю радио в машине постоянно. Не только «Теус Медиа», но и другие станции мне нравятся. И вообще я считаю, что сейчас же очень много подкастов появилось. По большому счету это такая эволюция радио, как мне кажется. Немножко в другую сторону она пошла. Радио слушают, но, собственно говоря, именно потому что уже 5 лет у нас нету волны. Мы раньше на средних волнах на протяжении долгих-долгих лет вещали. Поэтому мы уже не называемся «Радио Теус». Хотя по другим причинам мы называемся «Теус Медиа», потому что сейчас основной наш контент – это видео все-таки. Это не телевидение, но это такие видеоподкасты, видеоблоги, прямые эфиры, где картинка имеет очень большое значение. Хотя у нас есть и приложение «Радио Теус» для телефонов, которое можно скачать и слушать нас в аудиорежиме. Что касается слушать или не слушать, нас слушают и смотрят. У нас стабильно каждый месяц более 8 миллионов просмотров в месяц. Это очень хорошо. То есть развитие есть. За 5 лет ты можешь что-то сравнить? Ну, приблизительно, чтобы цифры. Конечно, могу. Когда у нас забрали волну, это было весна, по-моему, 16-го года, мы присутствовали в социальных сетях постольку-поскольку. То есть мы уже пытались сделать видеопродукт какой-то, но в общем и целом основная площадка – это была «Радиоволна» 1089, кажется, в килогерц, если не ошибаюсь. И когда у нас она пропала, то мы очень сильно просели. Прямо вот все бабушки, которые с 93-го года нас слушали, дедушки, они все исчезли из нашего поля зрения, потому что у них интернета нет. Но благодаря социальным сетям, YouTube, ВКонтакте, Facebook, Одноклассникам и многим другим каким-то площадкам, нам удалось выйти на ту аудиторию, которая нам и нужна. Люди, которые… Я сейчас стараюсь не употреблять слово «неверующий», я говорю «невоцерковленная». На невоцерковленную аудиторию мы выходим, и это круто, потому что мы, собственно, и хотели на нее выйти. Вот сейчас мы там, где сейчас основной контингент находится. То есть волну забрали, но открылись новые возможности. Да, да, и это было не сразу. Мы не сразу, скажем, этого коня оседлали, там несколько месяцев пришлось переформатироваться. И это такая штука, где нужно переформатироваться постоянно, там все очень быстро меняется. Но да, мы вышли на тех людей, и вот эти 8, иногда и 17 миллионов просмотров бывает в месяц, это, собственно говоря, вот благодаря социальным сетям. Да, да. И большой плюс в том, что ты можешь пощупать свою аудиторию конкретно. Ты, когда делаешь трансляцию на радиоволнах, ты не знаешь, кто тебя слушает, и слушает ли вообще. Но вот, когда ты делаешь трансляции через интернет, ты можешь конкретного человека пощупать, сколько ему лет, где он находится, сколько он тебя слушал по времени, твою передачу смотрел, да, ну и так далее, и так далее. Это очень важные цифры, которые помогают нам меняться и развиваться. Ну, вчера вот мы с тобой были на одном форуме, вместе, и я слушал твой доклад, ну, очень хороший доклад. Ты говорил о том, как церковь может, как верующие, да, могут евангелизировать, идти в мир, достигать людей. Это, почему тебя пригласили туда? Потому что ты стоишь вот на стыке двух миров, в общем-то, как и мы, как и наш канал, верующих, неверующих, ну, церковленных, невоцерковленных. Или почему? Почему церковь вдруг заинтересовалась тобой? Зачем они тебя пригласили? Наверное, потому что я большой болтун и везде присутствую. Да ладно. Нет, потому что на самом-то деле последние много лет, не знаю, своей жизни, ну, немного, конечно, года с 15-го, наверное, я занимаюсь активно благовестным через интернет, использовать цифровые площадки. Это удобно, это позволяет тебе охватывать тех людей, которых ты никогда раньше не мог охватить. Это продуктивно, результативно, ну, у меня, скажем, получается это делать. Ну, а церковь готова? Вот дай мне свой срез, вот твое мироощущение после вчерашнего твоего доклада. Готовы ли эти люди? Вот пастыри, там много с разных приехали в областей, регионах, я познакомился. Там и с Крыма были, и с юга, и откуда-то с Сибири, и здесь. Я думал сначала, что это внутреннее церковное дело, оказалось, что там столько-столько людей всех. Вот какие твои ощущения? Понимают они важность вот этого современного языка разговора? После тебя вышел, я не знаю, кто это был, тоже, наверное, пастырь из этой общины, да, из этой церкви. Один из... Большой в очках человек такой, да, выцарь тоже. Да, по-моему, он рассказывал, да, что как он вот занимается благовестием, это тоже использует там в соцсетях своей группы, еще где-то. Да, прекрасный брат, это мой друг, собственно, он меня и позвал выступить, я по его просьбе там находился в первую очередь. Церковь и готова, и не готова использовать интернет, потому что мы, и ты, наверное, тоже, мы выросли с тобой в контексте поместной общины. Это люди, которых ты можешь потрогать, да, пообниматься, поцеловаться, выпить с ними чаю. И для нас, в принципе, церковь – это вот комьюнити живых людей, которые дышат друг другу за тылок, да. Сейчас мир настолько сильно поменялся, что как бы мы ни утверждали одну единственную правильную церковную модель, это поместная община, это не так. Люди уже настолько ушли в интернет. Это мы еще, мы динозавры с тобой, да, уже, уже динозавры, потому что там мой ребенок, например, который он средний, сын, которому 15 лет, он уже вообще по-другому мыслит. Он по-другому ощущает информационное пространство, он по-другому учится даже в школе. Да, я вижу, как я учился в школе, я вспоминаю, и что он делает, когда он делает уроки, как он учится. Моя дочка, которой завтра будет 3 года, она, скорее всего, уже будет совсем другим человеком. И интернет – это та штука, в которой сейчас находится народ. И он будет там находиться еще больше и дольше. Уже сейчас, я вчера об этом говорил, в среднем россияне присутствуют в интернете 7 часов в день. Мы не берем там тебя и меня, мы берем в среднем, да. 100 дней в году человек пребывает в сети, и это будет еще больше, потому что нам бизнес, политика и обстоятельства жизни предлагают возможности все больше и больше там находиться и решать свои. Ну, ты помнишь, до коронавируса, часто ты пользовался доставкой еды? Нет. Нет. Сейчас все пользуются доставкой еды, да, выходя в интернет. И это тоже тот плюс, который несет нам интернет. Ну, и минус, в том числе, потому что это нас разобщает, разъединяет. И церковь должна находиться там. Слушай, это дополнение к твоему пункту. Я сидел, слушал тебя все по пунктам, да. И доставка еды мне пришла прям вот, думаю, ну скажи, скажи ты про это. Слушай, свидетели Игова сажают. Они ходили по квартирам. Да. Сегодня доставщики еды ходят во квартиры. Вот оно, поле евангелизации. Молодые ребята, разные. Он пришел к тебе, он стоит, ждет, пока ты с ним расплатишься. Подари ему хоть что-то. Проповедуй ему, благовествуй. Они сами к тебе в дом идут. Вот благовестие. Даже для простых людей, которые в жизни не выйдут и никому ничего не скажут. Ну, хотя бы у себя в доме скажи. Да, у меня дома есть большое количество новых заветов и Библии для раздачи специально. Подари их. И не всем доставщикам, но периодически я это делаю, я предлагаю, пожалуйста, почитайте. Кто-то отказывается, но кто-то и берет. Я за то, чтобы ты в пункт ньюс себе в следующий раз рассказывай. Потому что у людей это даже в голове нету, что человек сам к тебе пришел в дом по твоей просьбе. Да, и он будет обязан тебя выслушивать. Да, обязан его выслушивать, пока ты не расплатишься. И новый завет выслушает от корки до корки. Я смеюсь, конечно. Но это тоже, это вот то новое время, в которое мы быстро влетели и не понимаем, как здесь ориентироваться даже в мире. Притом, когда мы с тобой разберемся, как в нем ориентироваться, вот конкретно мы с тобой, поиск уже настолько далеко идет, что нам придется заново учиться, разбираться в том новом, что появилось. И, например, недавнее выступление, в частности, Марка Цурки-Верека, который я презентовал, переформатировал Facebook в Meta, это ведь такой, это такая заявка на будущее, которую многие люди сейчас даже не понимают, что грядет. То есть многие ругают, многие боятся, да, там какая-то новая, новый способ управлять людьми, но нет, это новая форма жизни. Ну их втянут туда. Как бы они не боялись, они вдруг окажутся, понимаешь? Это эволюция, да, это эволюция и человека, и общества в целом, и нашего интеллекта, наверное, нашего сознания. Если мы там не будем, как церковь, если мы все еще будем собираться в каких-то древних кирхах, церквях, домах, молитвы, не обращая внимания на то, что вокруг нас происходит, но мы просто, мы уже не актуальны по большому счету, потому что мы все еще говорим с тобой языком часто синодального перевода, друг с другом и с людьми, а это тот язык, который они не понимают. И более того, на мой взгляд, это прямо противоречит миссии, которую нёс Иисус Христос, потому что Он говорил с людьми на их языке. Он говорил с ними таким вот этим маргинальным, вульгарным, народным языком, сленгом. Если мы с тобой можем почитать Новый Зайд на древне греческой, мы же видим, какие там иногда словечки употребляются. Которые нам не перевели. Которые нам не перевели, да, а они там есть, и это фактически такая прям обсценная лексика, которой разговаривал тот же самый Павел. Я не призываю ругаться матом с людьми, но я призываю к тому, что мы должны разговаривать с ними на их языке. А их язык сейчас-то интернет. Ну, если кого-то надо, то и послать можно, да? Ну, судя по тебе, ты неординарный. Мне порой кажется, что при желании ты и послать кого-то можешь. Я вчера хотел рассказать один случай, как... Я правда был вчера не выспавшийся два часа, я спал и все прочее, плохо готов. И мало времени вообще. Смотри, однажды меня во время трансляции человек назвал гопником. Смотрит какой-то чувак меня, да, и говорит, гопник ты. И я холерик эмоциональный. И сначала во мне все это так вот начало подниматься, ядерный взрыв, да, внутри меня. А потом мне говорят, слушай, вот ты меня гопником назвал, а ты знаешь, что это слово означает? Он такой, нет. Я говорю, хочешь, я тебе расскажу? Я им рассказываю, что означает слово гопник и свое происхождение. И этот паренек на меня подписался и стал смотреть все мои трансляции после этого. Ну, я мог его послать, конечно, но с другой стороны, вежливо указать направление на выход, конечно, можно. Скажи, вот ты упомянул в церкви, в кирхе, ну, и ты думаешь, что это все-таки старое мышление. Неужели они совсем уйдут? Нет. Они не уйдут, они не должны выходить. Но я просто думаю, что церковь должна осознать простую вещь, что формат поместной церкви, кирхи, который мне очень нравится, я сам являюсь пастором поместной церкви, в поселке, в одном, это не единственная верная и правильная формат существования церкви. Может быть, и другой формат. И сейчас, в конце концов, мы же занимаемся благовестием через интернет. Да. А 20 лет назад, скажи кому-нибудь об этом. Ну, я в интернете на полюсе 95-го года, например, как он только в России появился. Скажи кому-нибудь в 96-м году, что можно заниматься благовестием через интернет. Да, что, со всеми, что ли? А куда уличные реализации делать, где мы с гитарами стоим, апантомимы наши? Это все останется, это все останется, и всегда будут люди, которые будут хотеть приходить в церковь, обниматься с тобой, как с пастором, разговаривать с тобой с глазу на глаз и прочее, прочее. Но просто есть и другой формат жизни. Есть люди, которые в силу разных причин, здоровья. Ну, вот, например, у меня есть одна девушка, мы с ней несколько лет общаемся через интернет. Она цыганка в очень такой конкретной цыганской семье. Она из дома не может выйти до магазина без разрешения родителей. И она единственная, единственный источник для нее разговоров о Боге, это интернет и я, который с ней разговаривает. Ну, вот хорошо, отрублю я ей интернет. Скажу, что это неправильный формат церкви. Ну, девушка останется без назидания, без Божьего слова. Или я скажу, нет, и так тоже можно, и буду ее назидать. И таких людей очень много. Очень много. Они инвалиды. Они мусульмане в мусульманских странах. Они сидят в тюрьме, кстати говоря. Вот у меня есть один незнакомый, который сидит на пожизненном заключении в другой стране. Но у него на законных основаниях есть возможность пользоваться интернетом. Это не запрещено в его стране. Ну вот. Человек сидит в тюрьме, на пожизненном. Он никогда из нее не выйдет. У него никогда не будет в нормальной классической поместной церкви. Никогда. Вообще. Я иногда, знаешь, фотки выкладываю, как я купаюсь там в озере, вся в деревне. Я видел. Он их лайкает. А мне, знаешь, стыдно становится. Я думаю, ведь ему никогда это не будет доступно. Вот он смотрит на то, как я купаюсь. Но это его искупление, его путь. Ну это просто. Я так иногда выясняю, что ему же... Вот он лайкает. А я думаю, как же ему плохо, наверное, без всего этого. Но через интернет я могу его достигать. И он достигает самое интересное в многих людей. Через интернет он занимается активным тюремно-служением в своей стране. Благодаря интернету. Скажи, вот многие общины не имеют своих зданий, своих храмов, своих домов молитвы. Как бы ни казалось, кирх. Вы строите или построили уже? Я не знаю. Мы построили 8 лет назад. А сейчас вот новую ты тоже строишь, нет? Нет. Ну мы... Смотри, у нас было арендованное помещение. Мы арендовали там дом и молитвы в этом посолке. Потом появилась возможность построить церковь. Мы построились. Это было маленькое здание. Два года назад мы сделали пристройку к ней воскресной школы. Ну вот. И пока больше не планировали шляться. Понятно. Я в Питер езжу, как в самый удивительный город для меня. Вот. Эта поездка еще больше меня удивила. Я скажу почему. Потому что увидел в интернете один старый храм 1700-1800 годов на продажу. Литеранская церковь. Я не знаю, слышал ты, нет? Удивляю. Но в Саратовке здесь. Прямо вот за кадом. Вот. Я поехал туда специально посмотреть. Действительно так. Все продается. Четыре здания. Храм. Семинария. Здания, где студенты жили. Такие все добротные. На берегу не видно. Я купил. У меня нет денег. Слушай, цена 68 миллионов. Продает церковь. Литеранская церковь. Я как бы впервые с этим столкнулся. Я удивлен, что ты не знаешь. Нет. Я почему-то это мимо меня прошла. Ну, настолько это, видать, тихо все делается. Ну, вот сама мысль церковь на продажу, историческое здание, мне кажется, каким-то образом, не знаю, я могу ошибаться, мне кажется, они его вывели из-под исторического наследия. Созвонились с риэлтором. Она говорит, нет, 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 даже не волнуйтесь. Я говорю, а назначение? Ну, вот все эти детали узнавал. Говорит, да, даже снести можете все это. Административное здание на храм. Храм Святой Екатерины. Административное здание, как она сказала, с мансандрами. Вот громадный храм, я тебе покажу сейчас фотографии все, с колоннами такой. Первый сама Екатерина дала в честь своей небесной покровительницы разрешение строить, 1700 какие-то годы. Позднее деревянный, ну, как сгорел, пришел мигудность, построили каменный. История длинная храма. Это, понимаешь, вот я смотрю, разговаривал тоже с лютеранами, шесть храмов только у них здесь в Питере. И по области другие еще есть. Не так много. А это вот, ну, кольцевая дорога, и вот она, это новая, Саратовка-то это, немецкое поселение, люди жертвовали, потом выкупили, восстанавливали, вот сейчас уже перестроечное время, и вдруг его продают. Вот твои ощущения. Как это все? Ну, сейчас я как-то взгрустнул, то, что сейчас рассказывал, да, потому что мне, у меня сразу в голове появилась куча мыслей и идей, как можно было бы это помещение использовать. Не у тебя одного. Для того, чтобы оно все-таки несло Божье Слово, Святый Евангелие другим людям, да, как это можно было бы сделать культурным центром. Там все, детский приют какой-то сделать, организовать. Не знаю. Ну, я не знаю, что в головах у этих людей происходит, которые решили так сделать, но это, конечно, недальновидное. Возможно, в их ситуации это единственный выход из положения, да. Но, на мой взгляд, я реально страдаю от того, например, это прям моя боль, да, что я в Питере не могу организовать нормальное служение, потому что у меня нет помещения, а мне нужно в Питере организовать служение. И я прямо завидую, хотя христианам не положено завидовать, да, тем людям, которые имеют собственные помещения. Ну, вот я об этом... Особенно, когда у тебя помещение уже сделано как церковь, потому что она сама проповедует, то есть архитектура уже проповедует, там, одежда священника уже проповедует, да, ты ничего не говоришь, она уже на людей влияет. И когда у тебя есть помещение классное, церковное, его не использовать, это какое-то прям богохульство, что ли, не знаю. Ну, вот по стране все ищут, церкви протестантские страдают, ни у кого здания нет. Разрешение получить строительство, это вообще, ну, я не знаю, нонсенс. Землю, чтобы кому-то передали, ну, государственный закон, это есть, что могут давать. Гнобят, гнобят, гнобят. Там, я уже 21 год в судах из-за каких-то бумажек, понимаешь? Мы сейчас церковь в Самаре защищали, пытались перед Стерянского, ее снесли все равно, тоже из-за каких-то бумажек. Первые суды церковь выиграла, знаешь, а потом все ложью обволакивается, и даже свои же христиане, ну, они верят, падки на это, на все. То есть ни у кого ничего нет. И тут, ну, для меня вот культурная столица, это вообще первый звоночек, что ли, а? Мы идем по европейскому пути, скоро храмы начнут продавать под мечети, под публичные дома, под еще что-то, под магазины, под гостиницы. Ну, мы это уже проходили с тобой, но мы-то нет, наши отцы, да? Когда храмы забирались, церкви, и... Другое время забирало государство. Да, да, да. Сейчас государство отдало и потихарю продают. Знаешь, это вот как раз таки неумение, неумение иметь диалог с обществом. Вот, например, я ни в коем случае не хочу там ругать православных, да, вот, но они там утверждают... Это титульная у нас как бы религиозная группа, да, скажем так. Считается, что русский значит православный, это в обществе питает, да? Но вот смотри, у них рядом с моим домом, чтобы ты понимал, я в окно смотрю и вижу на пятачке в 100 квадратных метров три церкви. Три. Сто квадратных метров радиус. Зачем, непонятно, три. Но вот они думают, что у них много прихожан. И как бы вот эту идею они презентуют и другим тоже. Типа, у нас тут все православные и все прочее. А ведь на самом деле они не умеют вести диалог с обществом. Я единственный церковь видел, иногда я захожу в православную церковь, где батюшка по собственной инициативе, наверное, в таянии от епископа, от своего, то, чем по шапке получил, раздает своим прихожанам какие-то папочки с переводом литургии на русский язык. То есть идет литургия на церковном славянском, а каждый из них может пальчиком вести по русскому тексту. Это круто. Очень. Но многие из них сейчас проповедуют после литургии на русском языке доступные. Ты знаешь, я сбился с тем, я приезжал в храм к своему другу, он священник русской православной церкви, и я отстоял всю литургию, а потом начал проповедовать. Я думал, вау, круто. То есть ты закрываешь глаза, закрываешь нос, чтобы запах холода не чувствуешь. И ты слышишь такую евангельскую проповедь, прямо настоящую евангельскую проповедь. Я прямо похлопал. Кстати, он же меня приглашал проповедовать в православной церкви к себе на литургию. Знаю, что я не священник православной церкви, под свой страх и риск, но как бы приглашал. Это тоже круто. А теперь у меня вопрос. Вот ты знаешь, и ту, и ту сторону. Смог бы ты поверить, что твой друг продаст свой храм? Нет, конечно. Так почему сегодня протестанты продают? Я просто, видишь, сбился, у меня много мыслей витает в голове. Это неумение строить диалог. То есть ты, как церковь, живешь сама в себе, не умеешь разговаривать с людьми на их языке, на русском языке, ни на синандальном языке, ни на латыни, ни на греческом. Ну и не на литургическом, скажем так, тоже. Да, ты просто с ними не умеешь разговаривать. И ты не можешь показать человеку на улице, что он может в церкви найти то, что он должен там найти. Задача церкви, в том числе, это показывать реальность вечной жизни. Это создавать пространство для... Может быть ты помнишь, я вчера говорил, да каждый человек хочет спорядоваться, каждый человек хочет искать про себя какую-то гадость кому-то. Он хочет себя освободить от этого груза. И вот церковь это то пространство, где он должен приходить и освобождать себя от этого груза. Может быть он не станет по-настоящему верующим человеком, в нашем понимании. Может быть он не станет членом твоей церкви. Может быть он не будет платить десятину в твоей церкви ходить воскресную школу креститься сам крестить своих детей но у него должно быть четко и ясное понимание что он может прийти к альберту радкину искать знаешь как там вас батюшка пастор как в этом священник не важно отец там да вот у меня мне плохо мне больно помог я хочу чтобы меня послушали вот сегодня протестантской церкви многие не умеют это делать и это приводит к тому что их храма пустеют в церкви пустеют и они продают здание может просто стоит пригласить каких-то молодых ребят не бояться ну ананкирхи понимаешь это же крутой пример это церковь которая выросла на моих глазах я помню я в этом храме что ты понимал был как в ночном клубе еще давно когда-то сам лично моя подруга устраивала там вечеринки она была продюсером этого клуба когда женя раскатов начал там служение там было четыре человека сейчас прошло пять лет там больше ста человек но там тысячи и прохожая не проходит несколько церковь с этим ты не считаешь не живой человек до каждый месяц это вот то есть женя взял здание и начал с ним работать да тоже построить рост ксерада немного другого конфессии начал с этим зданием работать как с культурным центром как с местом куда человек может прийти и просто что-то классно весел безопасно для себя узнать и его не будут он тут же составляет корицы там все прочее да и вот с тем зданием можно было то же самое сделать но увидел не хватило мозгов посмотри ты журналист на я тебе скажу гектар земли четыре здания одно из них храм огромный с колоннами два корпуса один семинаре там несколько этажей 2 где жили и такое огромное здание для обслуживания котельные все остальное еще один гектар земли собственности 68 миллионов вот как для тебя как для журналиста из питера это что мне сказали в этот питере две хороших квартиры но может быть не две может быть скажем 25-30 миллионов стоит хороших остались чтобы вот сейчас была возможность найти 68 миллионов рублей но 100 там в любом случае нужно было учить документы когда я прям вообще бы купил бы это здание и сделал бы там культурный центр детский досуговый центр знаешь в том поселке в котором я служил служу ли сейчас до до меня дал задолго до меня был пастор который церковь собственно эту открыл создала там да не создал конечно господь создает там был ежедневный детский досуговый центр это было круто то есть тут детям в поселке вместо того чтобы идти покупать наркотики бухать ну хоть клей и заниматься беспорядочными половыми связями в подвалах да они приходили после школы в этот детский центр и могли делать там уроки и делали с ними занимались кушать бутерброд играть на столе в теннице они там создавались утром днем и вечером мне до сих пор спустя до 15 лет звонят дети которые посещали этот детский центр досугового и просят помощь иногда помолиться что мне это напоминает один но очень известный такое такое выражение кто хочет ищет возможности кто не хочет причину я себе не кажется вот та церковь которая продает это все здания они нашли причину для себя продать его и все и из глаз дому хотя они же сейчас по всей стране просят чтобы государство надо было там и там и там и там храмы а я задаю себе вопрос вот ну ты журналист ты наверно меня поймешь я не журналист никогда в профессии такой не был пастор епископ и я задаю себе вопрос а как государство посмотрит на них скажет ребята вы с одной стороны просите здание забираете и продаете иди никуда вы делаете карманы раскладывать то есть у государства появляется шанс сегодня вообще усомниться в нужности кому-то передавать это подстава вообще для всех протестантов я согласен да что когда мы говорим о церкви вообще не имея ввиду какие-то наши внутренние терки межденационные да и профессиональные то я считаю что церковь вообще вне зависимости от динаминации должна ответственно подходить к церковному сообществу вообще и когда она принимает какие-то решения она должна иметь ввиду что эти решения могут аукнуться не только для себя лично но и для тех парней вот с того дома с того дома это баптистского там были десятнического да мы должны нас нас один процент да сколько там от населения может даже меньше не не обманывайся нас очень мало данная знаешь реально ну я как будут про один процент это вот миф который запустили тамска так сказать московские наши лепископа старшие братья 004 процентов 0 на 4 процента даже не погрешность да вот 004 процента и как можно будучи в таком отвратительном меньшинстве не знаю как еще кого слово подобрать до относиться с высока друг к другу и не имеется ввиду что мы должны заботиться об общем благе друг друга я не понимаю скажи здесь питер есть какой-то от пасторское общение всех христианских ну скажем хотя бы протестантских конфессий чтобы можно было вынести туда и поговорить с ними нет никакого нас есть только молитвенный завтрак на котором ты была да да но это поздно будет уже сейчас они уйдет церкви да и это все это все что есть наверное в питере есть в городах спутниках например там вообще не какие-то да в красном селе выбороге в других неких местах фулиградской области где местные пасторы на местном уровне собираются все там собираются и протестанты иногда и православные вместе с ними разговаривать общаются решать какие-то вопросы в общем и целом такого комьюнити общепротестантского или обще христианского нету знаешь я недавно обращался к губернатору ленинградской области подписал письмо я как член всемирного иландовского альянса как глава департамента одного из там я подписал письмо с просьбой о выделении земли на гатчине где-то там для строительства мечети в рамках проекта право на молитву вот у меня есть убеждение такое что все мы а тем более последовательно авраамических религий но это мое убеждение что я должен также не только за нас думать но и за других людей они тоже имеют право на молитву собираться молиться но для меня нет проблем что это мусульманин иудей христианин буддист это человек и если там достойные пастыри и мамы и раввины почему у них нет как бы права нет защиты вот меня осудили за это многие но я вот сейчас думаю может быть сегодня даже к ним уже обратиться раз у вас даже в питере нет пастырского общения может быть представителям арамических религий петербурга и к религиозному сообществу обратиться чтобы они обратили внимание сказать ребят что вы делаете но это будет ровно то же самое сейчас я не оцениваю твои взаимоотношения с мусульманским миром да пусть другие я лишь возвращаются век твои же ради в начале нашего общения когда сказал про европейский путь вот там так происходит что многие христианские церкви они оказываются под юрисдикции мусульман и не только не только и не верующих людей бизнеса устрою мирочек тоже с точки зрения чистого я за свободу совести но для всех понимал да для всех каждый и на по этой причине я описал делал посты в интернете там есть такие писал в защиту светили иголы который я не поддерживаю никак не финансово не богословские идеи на не вообще никогда но эти люди имеют право исповедовать свою веру и они не должны сидеть в тюрьме за то что имеют свою веру то же самое относительно мусульман в конце концов у меня теща мусульманка который я дарил коран да классный крутой там такой есть в свое время ну вот поэтому конечно они имеют право быть и то что ты сделал это достойный такой шаг хороший но отдавать церковь мусульман я не стал я не про церковь сейчас я хотя бы я ну я спросил если у вас пасторская какое-то общение протестантов нету нету может быть тогда я говорю может тогда уже более широкому кругу религиозных деятелей обратиться за поддержкой чтобы хотя бы высказались что вы делаете и так не хватает ни у кого не хватает у мусульман не хватает мечети у евреев не хватает у синагог у христиан разных конфессий не хватает храмов везде вот государства вот зачем они снесли в самаре а здесь стоит имеешь еще и продаешь я бы понял вот вас петербург если вы спокойно отнеслись если продали бы какое-то религиозное общение да своим бы кому-то вот вынесла это литеранская церковь дитрих брау он глава этой церкви если бы они вынесли это на питерский вот совет сказали ребята вот хотим не можем содержать не можем там это готовы пойти на все сделки на эти на уступки может быть в расстройку может еще во что-то если есть видение есть желание мы готовы но просто вот так скажу то продать чтобы снесли и построили себе коттеджи я вообще знаю считаю что в ситуации по-хорошему христианский было бы даже это здание не продавать тем же православом отдать заберите все главное чтобы это здание она как церковь продолжал функционировать но ты не допускаешь что вот сегодня молодые эти лидеры московские московские это потому что только там все это возможно мне кажется не за не хочет судить братьев вот так вот на продаже что там вопрос даже уже не вера идет а просто бизнес зарабатывание денег не допускаешь такой мысли допускаю и мы же это мы же это видим как как это происходит в церквях всех в деноминации конфессии да и везде бизнес все равно проникает наше мышление меняется и мы начинаем прагматически подходить ко всем вопросам с точки зрения прагматики голой да и там дело производства какого-то менеджмента продать церковь которая не оправдать это нормально ну почему нет да здание которое сжирает твои ресурсы которые ты не можешь содержать и скорее всего никогда не сможешь проще продать избавиться от него но с точки зрения прагматики и такого бизнес коммерческого подхода если мы говорим о все-таки вот церкви о возможности нести свет евангелия то знаешь когда ты дал в моей же церкви где я служу пастором был другой пастор но тот который детская служба энергии назовала да который прикрыт в детское служение мотивация была такая он взял посчитал все эти деньги которые уходят на этот детский центр который не он тратил и не церковь да это все спонсорские деньги были и посчитал сколько человек было крещено оказалось что одно крещение условно стоило 2 миллиона рублей ну то есть вот были ресурсы тратились 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 и вот сколько людей покрестилось и вот значит одна крещенная душа 2 миллиона рублей стоило и это показалось ему слишком дорого и он сказал зачем такие ресурсы тратить и в общем все было прикрыто это мерзко и ужасно и отвратительно считать душу человеческую в деньгах если нужно потратить на нее 100 миллионов долларов значит надо тратить и вкладывать в этого человека деньги ради того чтобы он был спасен понятно не мы спасаем там господь спасает и тут то же самое когда мы не можем подходить к церкви к церковному имуществу к церковному этому это же окно опять же этот дом это окно в мир для того чтобы проповедовать через него мы не можем к этому подходить прагматически мы должны всеми силами удерживать эти ресурсы потому что когда мы теряем мы уже вряд ли когда не сможем их восполнить в нашем мире это так работает да я согласен что на завершение должен помарку сделать ты упомянул свидетели и голова надо сказать что они запрещены в российской федерации вот и самое страшное преступление которые простые люди им предъявляли что замучили ходят по квартирам вот сегодня другая секта появилась которые все рады свидетели доставки еды вот и им почему-то все рады никто не кричит что замучили всех и достали и надо запретить и сажать их тоже вот тяжело представить да пришел к тебе с пиццей ты его закрыл дома пока вызвал полицию написал на него донос ему дали лет шесть и восемь тюрьмы чтоб не ходил по квартиру и не носил вредную пиццу ты знаешь я не как и самое интересное я никогда не видел в своей квартире людей из запрещенной в россии организации селители и голы ко мне никогда не приходили я не знаю почему такая ненависть к этим людям в обществе точно не понят даже если мы просто возьмем всех людей которые вот не знаю посчитаем сколько ну сколько там к ним пришло людей вообще в принципе сколько людей заходило да мне кажется это какая-то такая глупость человеческая когда ты от кого-то что-то услышал так работает пропаганда ты же знаешь ты должен даем а дальше про баптистов говорили всегда что они там детей и сжигают что они там сношаются в своем греху там в своих домах молитвы я никогда такого не слышал кстати но я жил в том районе буквально отсюда недалеко я жил и это район исторический лютеранскими я такие гадости слышал про тура на детстве а что они это сюда не все это делали не про баптистов про литеран и все это повторяют 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 когда ты пытаешься найти конкретный вопрос о чеку задаешь ты сам когда видел последний раз лютеранин живого который бы это сделал обычно оказывается что никогда никогда и родственников утра не было это просто какая-то брехня который кто-то услышал да и передает то же самое с этими бедными свидетелями иголы запрещенными в российской федерации и это знаешь мне кажется что реакция общества на их проблему это показатель глубоко больного общества то что я считаю что все общество даже не христианское а светское должно было встать на защиту этих людей это мое мнение глубокое и то что она не встала а на подталкивала но беда это беда в россии беда не приходит одна смотри сколько их все больше и больше да потому что сегодня их запрещают теперь мы за последний полгода год видим запрещенную кучу организаций не только организации ранее сажают посмотри уже баптиста вот архангельский скандал это было молодого парня жена ребенок только родился два года далее стояли там вот они пели псалмой баптисты нерегистрированные решили вот они защищать в архангельский свой дом молитвы и вроде как там смешное как всегда дело то ли не так поглядел то ли не так подышал и моральную травму получил вот сотрудник федеральной службы судебных приставов два года парня далее вот за это то есть это уже не первые ласточки их много и много сейчас по стране ну а это все показывает инфантильно что что это говорит о чем да что общество инфантильно нет не сознательно неосознанно живет не умеет рефлексировать и ну чтобы делать тогда в заключение просто взываю к тебе как ведущему как журналисту освещайте все темы острые темы не бойтесь говорите церковь боится сегодня вот если честными быть почти нет голосов у церкви кто бы мог честно откровенно пророчески говорить о о нашем обществе о проблемах которых мы живем можно сюсюкаться можно все прятать но мне кажется пришло время собирать камни работать на созидание нашей страны почему мы отдаем так просто все дьяволу все законы пишут люди с другой стороны с другого царства все происходит потому что церковь молчит потому что церковь в завершении все таки теперь да потому что на мой взгляд потому что церковь сама не понимает во что она верит и как то есть отсутствие это моя личная большая боль такая мы сейчас находимся чтобы в здании людьми семинарии да так вот моя большая боль в том что наша церковь сегодня глубоко фундаментально необразованно да и священнослужители и прихожане они не знают во что они верят почему они верят и как они верят у них нету вот этого богословского основания базы да и ее отсутствие приводит к слабости если у тебя нет четких ясных сформулированных убеждений как во что и почему ты веришь если у тебя нет ответа на то как библия христос смотрит на на то на это на пятое на десятое тогда ты и не мишу то есть а с чего вдруг ты должен защищать да ну как бы ты же не знаешь поэтому если мы будем образовываться сами как пасторы как священники если мы будем образовывать наших прихожан заставлять их учиться какой-то степени даже да чтобы они понимали во что не как они просто приходит пришли там церковь послушали пение хорошего хора там услышали дядьку бородатого с проповеди да толком не поняв что он сказал и ушли вот если вот так то церковь будет слабой если мы будем их образовывать то церковь сможет быть голосом потому что она уже будет иметь слова и формулы которые будут произносить ну вот это мое такое дай бог чтобы наше мнение услышали и наши зрители и надеюсь ваши зрители спасибо огромное за интервью и до скорых встреч надеюсь благослови господь благослови пока